Сегодня в гостях самый известный маркетер в СНГ, бизнес-пикер Игорь Борисович Мак. Что такое маркетинг и как это работает? Маркетинг — это любовь к ближнему, благодаря которой получаешь божью благодать в виде прибыли. Прибыль зависит именно как раз-таки от маркетолога. В принципе, доверие к рекламе, оно пропало, люди не верят рекламе. Раньше была там политика, раньше был там условно спорт, но сейчас мне кажется, что блогерство — такой суперлифт социальный, который вжух и человек выносит вверх. Написав книгу номер один, я стал заложником того, что я должен быть номером один. Но я не видел ни одного человека, который бы ко мне подошел и сказал, Игорь, я прочитал все ваши 42 книги. Дочь говорит, слушай, пап, ну прочитай еще две, будет красивое число, 555. Я говорю, слушай, я же с тебя книжкой кину, уйди греха подальше. Самый лучший способ спрятать труп — это третья страница выдачи в угла. Друзья, в эфире Джастухпад, меня зовут Динар Саджан, и у меня сегодня в гостях самый известный маркетер в СНГ, бизнес-спикер Игорь Борисович Ман. Я хочу отметить, что мы пишем интервью в 9.30 утра, Игорь Борисович прилетел в 6 утра, и мне кажется, что вы точно не отдадите лавры самого крутого маркетера, потому что, ну просто на такое мало кто способен. Наш поколение может, молодое с трудом. Ну вы точно знаете секрет своего успеха. Как вы думаете, в чем он? В том, что вы системно работаете, в том, что вы больше работаете, или в том, что вы о себе все время заявляете? Динар, вот вы не сказали, что я написал 42 книги на сегодняшний момент, и у меня есть одно не очень хорошее качество, его очень не любят интервьюеры, я обычно отвечаю книгами. Вот я могу сказать, что про это я написал книгу номер один, и в этой книге я, собственно, отделал на вопрос, как стать лучшим в том, что ты делаешь. Я думаю, вы делаете то же самое. Ты ставишь перед собой цель, ты делаешь аудит, и ты понимаешь, кто и что тебе помогает двигаться вперед, и что тебе мешает двигаться вперед. Третье, ты делаешь план профессионального личного развития, и ты пашешь по нему, как говорит моя жена, вманываешь. И четвертое, ты показываешь результаты, потому что без результатов ты можешь заниматься саморазвитием сколько угодно, но если нет результатов, у всех будут вопросы, кто-то такой. И пятая вещь, для меня она была сначала не важна, а сейчас важна. Это личный маркетинг, это личный бренд, это личное продвижение. И если раньше у меня это было немножко по остаточному принципу, я говорю, что сначала профессионализм, потом результаты, и потом, если хотите, личный маркетинг. Сейчас так изменился мир за 10 лет, пока вот я, 10 лет уже прошло с момента книжки номер один. Я считаю, что личный маркетинг должен идти параллельно с профессиональным и личным развитием. То есть если тебя не знают, к тебе не обращаются, и это прям реалии сегодняшнего дня. Вот и вся форма успеха. 2020 год, мне кажется, стал таким черным лебедем, да, и изменил полностью все, да, в нашей жизни. Мы все ушли в онлайн, пандемия нас многому научила. Я лично сидела в прямых эфирах, полгода уговаривала вас выйти в прямой эфир, я это потом сделала. Вот как изменился маркетинг после 2020 года? Он вернулся снова в оффлайн, люди поняли, что есть оффлайн. В России есть еще одна интересная особенность, у нас не работает Инстаграм и Фейсбук, они признаны экстремистскими организациями, ну, соцсетями. И, собственно, я даже этому рад, потому что многие люди поняли, что маркетинг это не СММ, это не Фейсбук, это не Инстаграм. Люди стали интересоваться классическим комплексом маркетинга, люди потянулись к теме позиционирования, людей заинтересовало маркетинг без бюджета, люди понимают, что очень важная концепция, это концепция точек контакта. То есть, по большому счету, все изменения, которые я вижу после 2020 года, да, был определенный такой, ну, стоп с активностями, а сейчас просто вот идет такой оживляж, снова начинается такая высокая конкуренция, появляются у нас, по крайней мере, новые ниши. В общем, у нас движ, и этот движ, конечно, заставляет двигаться и маркетинг. На каких офлайн-площадках вы еще рекомендуете пока оставаться? Надо смотреть, зависит от бизнеса. Я всегда люблю фразу «it depends», потому что никакой бизнес, такое, собственно, и продвижение. Я часто говорю, что в городах небольших достаточно поставить 4 билборда на центральных улицах, обычно вот так они пересекаются, и, собственно, ты захватишь внимание города, но тут важно не только оффлайн, важно не только какой-то оффлайн-канал выбираешь, тут еще очень важно, какое сообщение ты даешь. И очень часто люди выбирают канал, но посылают по нему неправильные сообщения. Я, кстати, хочу от нас с Капланбеком, от организатора моих тренингов в Казахстане, благодарить вас, потому что ваши сообщения про наши семинары, они были невероятно эффективными. Ну вот вы прям умеете это делать. А многие не умеют и не учатся. И, собственно, мало кто читал о Гилве, о рекламе, мало кто читал другие классические книги о том, как делать хорошую рекламу. Люди как-то делают, и когда ты берешь чужую рекламу, я как консультант беру чужую рекламу, минуту-две с ней работаю, она становится гораздо лучше. Это даже видно человеку, который не разбирается в рекламе. Я говорю, так лучше, он говорит, лучше. Вот многие люди думают, что канал – это все. На самом деле очень важно сообщение, очень важен тайминг, потому что часто ты даешь сообщение в то время, когда твоя целевая аудитория на него не смотрит. Очень важен бюджет. Я, конечно, написал книгу «Маркетинг без бюджета», но чем больше бюджета, тем больше у вас возможностей, ну, хотя бы повторить сообщение или попробовать новые каналы. Ну и, конечно, очень важно, тоже часто очень про это специалисты по маркетингу забывают, работать с лидами, которые ты сгенерил. То есть маркетинг обычно считает, что он сгенерил лиды, и на этом все закончилось. А нужно еще сделать так, чтобы быть уверенным, что твои лиды, которые ты передал в отдел продаж, отдел продаж прекрасно отработает. А то иначе он всегда будет недоволен результатами твоей работы. Вот это вот, кстати, большая беда, потому что я, ну, как бы занимаюсь инфлюенс-маркетингом, да, и ко мне обращаются рекламодатели, мы с командой приходим, снимаем классный материал, да, и пошли лиды, а у них отдел продаж такой сырой. И потом мне говорят, ну, вот, динары, что-то вот как-то плохо. У меня для вас есть динар бизнес-идея. Значит, вам нужно еще сделать дополнительное… Отдел продаж? Да, сделать дополнительное, ну, бизнес-направление, либо сделать с кем-то коллаборацию. Ну, то есть тогда, когда вы увидите, что слабый отдел продаж, нужно просто улучшать отдел продаж. Ну, по крайней мере, вот у меня есть компания «Лидмашины», я один из основателей этой компании. Мы все время помогали людям, бизнесам с продвижением в интернете. И потом мы поняли, что мы генерием прекрасное количество лидов через соцсети, через инбаунт, через сайт. Все это приходит в отдел продаж, и там все это растворяется. И мы стали улучшать отдел продаж. Мы даже во время аудита теперь смотрим не только на то, как работает маркетинг, но и на то, как работает стык маркетинга и продаж. И мне кажется, вы тоже к этому придете. Вы прекрасно делаете инфлюенс-маркетинг, но когда факапит клиенты и не отрабатывает лиды, или не пользуются возросшей своей известностью и не проводят в это время какие-то маркетинговые дополнительные активности, может быть, вам нужно будет научиться еще и ставить и маркетинг. Я подумаю над этим. Многие предприниматели придут сегодня к вам на обучение, потому что они хотят понимать вообще, что такое маркетинг, каких маркетологов нужно нанимать на работу. Потому что часто, так как я работаю очень тесно с бизнесом, я прихожу и вижу маркетолога. Как правило, это 20-25 мальчик-девочка, и этот человек думает, что маркетинг – это СММ, это Инстаграм, это красивая картинка, это вот снять вот такой вот сториз и перекладывает потом все обязательства, как будто бы на меня, что от меня теперь зависит, так сказать, прибыль этой компании. Хотя я считаю, что прибыль зависит именно как раз-таки от маркетолога. Вообще, что такое маркетинг и почему бизнес должен приходить и обучаться для того, чтобы понимать, как это работает? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что опять это depends, это зависит. Американская социация маркетинга насчитала более 5000 определений маркетинга. Есть короткие, типа маркетинг – это все, и все это маркетинг. Есть длинные, но мне очень нравится определение испанской католической церкви, у нее тоже есть определение, оно звучит так. Маркетинг – это любовь к ближнему, благодаря которой получаешь божью благодать в виде прибыли. А ты, по крайней мере, сразу же начинаешь понимать, что очень важно любить клиента. Но я объясняю, маркетинг не на уровне определения. Конечно, очень важно для меня, как для консультанта, когда я захожу в любую компанию, мы обязательно делаем рабочее определение маркетинга. Потому что когда генеральный директор говорит маркетинг, финансовый директор слышит маркетинг, коммерческий директор говорит маркетинг, слово маркетинг использует в своей работе каждый день маркетолог. Но они вкладывают в это разные смыслы, и тогда они иногда не могут договориться. Это классический лебед рак и щука. Поэтому мы обязательно делаем определение. Но я объясняю маркетинг не через классическую систему 4P, продукт, цена, канал продаж, каналы коммуникации. Я объясняю через свою авторскую модель proof. И мне кажется, что она прям очень здорово заходит в сознание любого делового человека. P – это привлечение клиентов, R – это работа с клиентской базой, с клиентским потоком, у этого удержания и в это возвращение. Вот тогда, когда ты занимаешься привлечением клиентов, работой с клиентской базой, с клиентским потоком, их удержанием и их возвращением, вот тогда маркетинг в компании работает, можно сказать, на все 360 градусов. Потому что очень часто маркетинг – это только привлечение. И вот, как вы говорили, действительно, маркетологи не думают про то, как дальше отработать лид или не помогать отделу продаж, зарабатывать больше на клиентской базе, клиентском потоке. Потому что очень часто у специалистов по продажам компетенции не хватает, времени не хватает на то, чтобы немножко голову поднять над рутины и подумать, как мы еще можем зарабатывать больше. Поэтому, основываясь на этой модели, на модели proof, и в зависимости от бизнеса клиента, от исторической, не знаю, какой-то коннотации, мы всегда формируем определения, и они очень часто не похожи. То есть я даже не помню двух одинаковых определений, потому что они разные. Кстати, я могу поделиться еще одним очень классным способом создания определений маркетинга корпоративных. Собираешь топ-менеджеров, раздаешь листочек бумаги и прочестно представить, что такое маркетинг для них. Собираешь листочки, 10 человек, 10 разных определений. Подчеркиваешь ключевые слова, типа работа с целевой аудиторией, лояльность, повышение узнаваемости, создание классных продуктов, правильная ценовая политика. И вот эти все слова пытаешься собрать в одно определение, потому что оно устроит всех. Потому что финансовый директор сказал, что для него очень важна маржинальность компании, не услышать это нельзя. И пытаешься собрать определение, которое с одной стороны звучит для всех, а с другой стороны всех устраивает. И вот это будет, наверное, самый правильный вариант создания определения маркетинга. Это сложный способ, а простой. Открыть книжку маркетинга на 100%. Это моя самая первая книга про маркетинг. И там есть 100 лучших определений маркетинга, которые я отобрал. Можно просто пролистать, выбрать то, что подходит тебе и на этом остановиться. Супер. Нам маркетинг подарила Америка. И вот если взять, например, американского маркетера и казахстанского, как сильно они отличаются? Ну, у казахстанского точно будет конкурентное преимущество по сравнению с американским. Он говорит на двух языках. Я думаю, что на этом все преимущества заканчиваются и начинается отставание. Конечно, мы здорово стоим от Америки, потому что с той скоростью, которую американцы выдают книги, я просто успеваю даже сканировать обложки и выбирать что-то для себя. Я даже читать не успеваю. Американцы молодцы. То есть они действительно создали эту науку, они ее здорово упаковали, они здорово ее продвигают. Филипп Котлер, основатель современного маркетинга, каждый год проводит международный маркетинговый саммит, на котором выступает 100 лучших спикеров. Я один из них, хочу похвастаться. Супер. Да, и это прямо, ну, кстати, это бесплатно для студентов. И я могу сказать, что вот именно если вы хотите раз в год получить какой-то вот абсолютный... Супер информацию, да? Набор ансайтов, вот 100 спикеров в течение трех суток безостановочно рассказывают про какие-то классные вещи. Я, кстати, в прошлом году с темой доверия попал в топ-10 лучших спикеров. И поэтому в этом году выступаю не с темой, которую тебе дают, а с темой, которую я сам выбираю. Поэтому есть много способов стараться быть в курсе маркетинга, но успеть, ну, мне кажется, никто не сможет. Я не успеваю. Мне кажется, что в Казахстане нет человека, который все успеет прочитать. Я, кстати, могу сказать, что, наверное, самый простой способ быстро стать хорошим специалистом, это прочитать все мои книги. Как я сказал, их 42 на сегодняшний момент, вот прям уже вышедших, которые можно купить. Но я не видел ни одного человека, который бы ко мне подошел и сказал, Игорь, я прочитал все ваши 42 книги, и я уже почти как вы. Но понятно, что все равно при получении информации часть информации теряется. Но вот можно вот такими рывками изучить Игоря Манна, изучить Филиппа Котлера, изучить Жан-Жак Ламбена, это французский. А что делают, извините меня, тогда маркетологи, если они читают эти книги? Они говорят, что они работают, и они говорят, что они все знают. Вот про все, что все знают, я просто хочу рассказать смешную историю. Много лет назад я работал вице-президентом по маркетингу в группе компаний, в которые входили в том числе ресторанные, ну, рестораны. И мы искали руководителя по маркетингу на ресторанную группу, и, ну, HR отобрал несколько кандидатов, и я финально собеседовал их, потому что им работать, но мне с ними тоже работать, потому что, ну, спрос за хороший маркетинг или плохой будет с меня. И я встречаюсь с парнем, ну, и кандидат, я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот нам нужно увеличить средний чек в ресторане, как бы вы это сделали? Он говорит, ну, основываясь на моем опыте, я бы сделал так, так и так, а вы? Ну, то есть он решил, типа, посмотреть, насколько я там профессионален или непрофессионален, я же признался ему, что я никогда не работал с ресторанами. Я говорю, слушайте, а я бы сделал по-другому, я бы сделал так, так и так. Он говорит, слушайте, должен признаться, ваша идея даже лучше. Откуда они у вас? Вы же не работали никогда в ресторане? Я говорю, я книжки читал, вы вот что-нибудь прочитали? Он говорит, нет, я слишком занят. Я говорю, видите, поэтому вы этого не знаете. Вот насколько бы ты не был занят, ты должен обязательно находить время на чтение, ну, или на просмотр вашего YouTube-канала, потому что, по большому счету, я понимаю, что сейчас YouTube очень хорошая замена, если ты правильно подберешь каналы чтению. Но надо, вообще существует 21 способ получения информации, практика, бичмаркинг, наставничество, мастер-майнды, обучение в аудитории. То есть нужно выбирать то, что тебе подходит, и по максимуму впитывать в себя информацию. Вот удивительно, ну, Капланбек, мой организатор, организатор моих семинаров, ну, он бьется, продвигает семинары. Вроде бы как все знают, что я приезжаю, и люди такие все равно не идут учиться. Они же понимают, что за один день они могут получить какое-то невероятное сконцентрированное количество инструментов, которые потом могут реализовать. Потом есть второй день, когда можно просто взять и все, что ты делаешь, проверить на мне, задать вопрос. Это фактически консалтинг на ходу. Почему люди это не делают, мне очень сложно объяснить. Но еще раз, возвращаясь к вопросу, большое преимущество находиться в роли догоняющего. Надо признаться, что ты догоняешь, нужно защищать рукава, надеть правильную обувь и побежать. Впитывать в себя все как губка, по максимуму применять, давать результаты. Мне кажется, пройдет пару лет, и такого человека точно в Казахстане будут называть наш Игорь Ман или наш Филипп Котлер. И точно он будет суперэкспертом. Потому что я верю, что если человек 2-3 года будет пахать, причем пахать, как я говорил в книжке номер один, по определенному набору необходимых ему навыков, он очень бежит вперед от всех других. Ну, для этого нужно такое же трудолюбие, как у вас. И вот такую, знаете, выдержку, потому что вы человек кремень. Я говорю, в 6 утра прилететь, в 9.30 дать интервью, затем в 11 начать свой тренинг. Ну, это просто не каждый человек на это готов. Я уже не говорю, не обязательно это маркетеры, там, любую профессию возьми. Я вынужден опираться, потому что я очень боюсь, ну, когда ты молод, у тебя огромное количество энергии. Когда ты достаточно взрослый человек, энергии очень мало. Ну, кстати, мне мой партнер подарил умные часы. Я сейчас могу точно сказать, что моя батарейка, и сейчас только 10 часов утра, она уже разряжена на уровне 29%. То есть обычно в это время где-то 60%. То есть бессонная ночь, и вот все, батарейка 29. Мне просто интересно, наверное, к концу дня она будет на нуле. Но мне кажется, что ваш дофамин, когда вы выходите на тренинг, и когда там вы начинаете, мне кажется, там вы зарядите свои батарейки. Да, Нинара, тут вы прямо не в бровь, а в глаз. Это абсолютно точно. В теории энергии есть заряжатели, разряжатели, и мы используем определенные вещи, там, интуитивно или по науке для того, чтобы зарядиться, и для того, чтобы избежать разряжателей. Ну, если я, там, не знаю, поспал сегодня 2 часа, это такой был неименуемый разряжатель, то мне нужно сейчас использовать все возможные заряжатели, вот прям хорошо работать с аудиторией, там, пить кофе, не знаю, там, принять там холодный душ, это я сделал, а все остальное впереди. И, соответственно, ты более-менее там возвращаешься к жизни. Поэтому, когда молодые люди жалуются на то, что у них там, не знаю, там, драйв не тот, энергия не та, ну, та же самая тема. Почитай тему про энергию, почитай книги про энергию. Есть в мифе выходила очень хорошая книга «Жизнь на полную мощность». Прям есть определенные ползунки, там, сон, питание, физическая нагрузка, аффирмация, с помощью которых ты можешь свою энергию поднять вверх. Вот еще раз я признаюсь, что я так вманываю, как говорит моя жена, вкалываю, потому что я действительно не хочу… Написав книгу номер один, я стал заложником того, что я должен быть номером один. И вот надо просто работать, работать и работать для того, чтобы эту позицию сохранить. Ну и плюс у меня есть миссия по жизни. Она звучит так, что оставаться номером один по маркетингу, по клиент-ориентированности, по теме номер один и подарить миру как можно больше новых номеров один. Ну, тут без работы, без энергии, без отдачи никак. Давайте поговорим про экономику доверия. Вы сказали, что вы выступали на всемирном форуме маркетологов у Коттера, да, и вы вошли в десятку лучших, да? Это что, про инфлюенс-маркетинг? Доверие — это история про то, что когда вы встречаетесь с другим человеком… Я написал книгу, причем я написал ее с дочерью, она у меня учится в Торонто-Университете на факультете психологии, и она мне очень здорово помогла с точки зрения психологии с этой книжкой. Но доверие, знаете, такая некая эфемерная история. Вот ты встречаешься с человеком, неважно, там, ты начальник, а это твой будущий, там, подчиненный, или ты продавец, а это твой потенциальный клиент, или даже романтические отношения, ты, там, не знаю, там, вздыхатель, а это предмет твоей страсти. И вот, по большому счету, концепция доверия, ну, если нет доверия, нет ничего, она раскладывается у меня на шесть блоков. Я фактически разложил это на атомы. Первый блок – это репутация. Если у тебя нет репутации, если ты работаешь непонятно никому компанией, если у тебя у продуктов плохая репутация, с тобой никто встречаться не будет. Второе – это отзывы. Потому что часто можно получить отзывы от других людей, и с этими отзывами ты к кому-нибудь приходишь, и тебя готовы выслушать, с тобой готовы встретиться. Мне кажется, в Казахстане это особенно актуально. Третья история – это первое впечатление. Первое впечатление формируется за 2-40 секунд. Как у Шанель сказала, что у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление, и это абсолютно правда. Четвертый блок – это объединяющие моменты. То есть у нас с вами могут быть какие-то… Вот сейчас я хожу с брекетами, мучаюсь, хожу с брекетами, и я могу точно сказать, что вот как раз, когда видишь человека с брекетами, это моментально объединяющий момент. Мы друг друга понимаем. Когда я их начинал носить, это было полтора месяца назад, и реально к каждому человеку, который ходил с брекетами, сразу же подходил, улыбался и говорил, «Давно ходишь?» И он такой, не знаю, 2 года. Я говорю, долго это чувствую. Или, предположим, когда я жму руку мужчине, и рукопожатие крепкое, я всегда делаю комплименты, говорю, крепкое рукопожатие, каким видом спорта занимались или занимаетесь. Ну и мужчина говорит, там, тяжелая атлетика или там бокс. Я говорю, «О, вы боксер, я сам бист, я КМС, вы кто?» И все, у тебя есть объединяющий момент, спорт. Или, там, не знаю, ты КМС, он КМС, всегда можно о чем-то поговорить. Потом идет общение, и общение, ну, кстати, до общения иногда не доходит, потому что ты можешь отрубиться на каком-то из этих этапов. Не прошел, предположим, первое впечатление, опоздал. Потому что самый хороший способ потерять доверие – это опоздать. И потом идет профессионализм. И вот обычно люди пытаются для создания доверия вперед выкатить профессионализм. Я профессионал, там, не знаю, у меня там 10 тысяч часов налета, я там ЕМБА закончил. Вот это нужно все оставить на конец, потому что если нет вот этого человеческого доверия, профессиональное доверие даже бесполезно формировать, оно не пересилит это вот плохие человеческие взаимоотношения или отсутствие их созданий. Поэтому доверие, сейчас книжка выходит буквально там через 3 недели. Доверие, мне кажется, эта книга будет такой настольной для тех людей, которые управляют, или для тех людей, которые продают. Потому что, ну, есть очень хорошая фраза, что люди не покупают у компаний, люди покупают у людей. Поэтому без доверия никак. Поэтому появились инфлюенсеры. Поэтому появились тиктоки, там, вот эти антекинги, обзоры косметики. И мы, так сказать, стали востребованными людьми. Конечно, абсолютно. Это абсолютная правда. Вообще, я даже как-то подумывал написать книжку про маркетинг влияния. Но поскольку я, ну, интроверт, я достаточно скромный человек, и я свое влияние там особо не использую. Ну, конечно, у вас же есть тренажер, который вы тоже, так сказать, рекламируете и продажу увеличиваете. Нет, нет, нет. Ну, это я делаю, но прям реально это скорее исключение из правил. То есть, конечно, я бы мог, но я это не использую. А когда я что-то не использую, когда я это не делаю, я никогда про это не пишу. То есть я бы хотел, но пока я не готов. Может, вместе? Давайте. Подумаем. Давайте, давайте. Я с удовольствием. Я могу как раз рассказать про свой опыт. Ну, мне кажется, что, ну, с учетом того, что я действительно могу сделать классную систему, а у вас огромное количество кейсов, я думаю, что у нас получится отличный продукт. Да, я с удовольствием. Для меня это большая честь. Игорь Борисович, ну вот почему инфлюенсеры стали популярны? То есть и многие маркетологи молодые, да, думают, что маркетинг — это вот найти человека, амбассадора, который будет двигать твой продукт. Ну, во-первых, ну, смотрите, насколько я помню, первыми амбассадорами какой-то компании стали девушки, которые были моделями «Виктория Сикрет». Да. Они ходили по подиуму, и потом директор по маркетингу подумал, оплатим такие деньги этим девушкам, они ходят только по подиуму, и они же могут ходить не только по подиуму, но, естественно, они будут ходить уже в одежде, но все будут знать, что под ними белье висит в «Виктория Сикрет». Девушки стали их лицами, их амбассадорами, вот «Виктория Сикрет» на культурных, спортивных и прочих мероприятиях. И, собственно, после этого понеслась, подхватили это алкогольные бренды, подхватили это FMCG бренды, и, по большому счету, это вызвано тем, что, в принципе, доверие к рекламе, оно пропало, люди не верят рекламе, и эффективность рекламы упала, потому что стало огромное количество носителей и огромное количество сообщений. А людям доверяют. И поэтому, если инфлюенсер… Я, кстати, для одной компании, они отбирали для себя амбассадора, и я сделал критерий амбассадора хорошего. Во-первых, это должен быть человек, который работает в твоей целевой аудитории. То есть я не могу быть амбассадором какого-то спортивного бренда до тех пор, пока у меня там лишние, не знаю, несколько килограмм, ну, скажем, 10 килограмм. Или я там не могу быть амбассадором какого-то другого телефона, потому что я все время хожу с iPhone. Надо быть правдивым. Человек должен быть медийным, это само собой. Человек, в принципе, должен быть хорошим человеком, потому что мы знаем массу историй, когда на зарубежных рынках были скандалы из-за того, что звезда себя повела неадекватно, и вслед за ней в скандал ввязывался бренд, который этого человека поддерживал. Ну, это вот половинная списка, которую я создал, поэтому хорошего амбассадора, в принципе, найти крайне тяжело. Мне кажется, Казахстану с вами повезло. Спасибо. Да, но вот я в России не вижу человека, ну, вернее, есть огромное количество людей, которые даже есть агентство, которое вроде бы этим занимается, но прямо вот такого амбассадора, амбассадорства у нас нет. Но еще раз, это суперинструмент, и я... Почему? Я, Игорь Борисович, знаю очень хороший кейс с автомобильным брендом. Я знаю, что автомобильный бренд один известный, да, он давал автомобиль Ивану Урганту, его семье, и, то есть, там даже не было у них, насколько я знаю, задачи писать там, вот я езжу на этом автомобиле, то есть он просто ездит на нем, ему там обновляют каждый раз, да, серию новую, и все, и он просто ездит, и люди видят, и ориентируются на него. Ну, я не знаю, может быть, это было... Смотрите, тут надо разделять, что есть контракты, есть отношения, то есть иногда ты сам пробуешь бренд, он тебе нравится, и ты начинаешь про него рассказывать, и компания к тебе приходит, говорит, слушайте, ну, мы вам очень признательны за то, что вы нам рассказываете, давайте мы будем вас обеспечивать продукцией, тут даже денег нет, то есть есть просто вот такой условно бартер. Друг бренда, да? Да, 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 ты просто по бартеру, и этот бартер для тебя, в принципе, если ты переведешь, как бы, если бы тебе за это платили деньги, ты бы был в, не знаю, там, лучше бы, если бы ты получал деньги, но ты готов за небольшой продукт, за небольшое, там, теплое отношение, и самое главное, твою любовь к этому продукту, его продвигать. У меня полно таких брендов. Есть рекламные контракты, когда компания говорит, слушайте, нам нравится, как вы нас продвигаете, давайте вы это будете делать прямо на организованной основе, но тогда просто появляется, если в первом случае ты сам себе господин, и ты можешь, ну, в то время, когда тебе хочется, в том формате, в котором тебе хочется говорить. А потом это уже просто обязаловка. Да, у тебя просто будет такой медийный план, и ты двигаешься по нему, но, слава богу, большинство компаний, с которыми я работаю, они абсолютно адекватные бренды, и они не требуют чего-то неаутентичного от меня. А что сложного в том, что, ну, двигаешься ты по медиаплану? Ну, просто иногда это слишком часто, или иногда ты попадаешь в формат, который тебе, ну, неприятен, потому что я не очень люблю снимать видео, хотя я уже начинаю потихонечку исправляться, и начинаю там себя снимать на, на сторис, не знаю, показывать себя в каких-то житейских ситуациях, но многие люди, они такие, нет, нет, там видео не мой формат, текст напишу, там, не знаю, аудио сообщение, там, пожалуйста, создам, но, пожалуйста, там, без видео, поэтому еще раз, ты можешь попасть просто неприятный для тебя формат, и компания тебя слушать не будет, ты не скажешь по контракту, ты подписал, дай бог, что у тебя еще есть юрист, которые все это прочитали, и тебя предупредили, поэтому, пожалуйста, будьте добры, и человек, может быть, делает это, но это получается плохо, и компания это не осознает, поэтому компании, конечно, важно смотреть на сильные стороны своего инфлюенсера, и решить, в каком формате его лучше продвигать, для пользы же их проекта. Многие голливудские звезды так работают, да, и продают свои посты в инстаграм, да, и там, не знаю, Месси является там лицом чипсов Лейс, Лейс, да, я не знаю, там, крутые проекты у, там, у Ким Кардашьян, то есть это абсолютно, это же нормально? Ну, я не говорю, что это ненормально, я и сам продаю рекламные посты, это, это хорошо, это хорошо для всех, я даже писал, что это определенная польза блогеров, потому что мы даем большое количество, как блогеры, рабочих мест, мы платим налоги, а если мы не платим налоги, то происходит то, что сейчас происходит в России, тебя наказывают. Ты являешься таким примером, потому что, мне кажется, уже не осталось других социальных лифтов, кроме амбассадорства, ну, или там, не знаю, введения какого-то профильного, интересного блога, который тебе даже в микрониши сделает экспертом, про которого будут знать и которого будут просить что-то продвинуть, потому что раньше была там политика, раньше был там условно спорт, но сейчас мне кажется, что блогерство, такой супер лифт социальный, который вжух, и человек выносит вверх, да, опять же, нужно работать, тут вот так вот чудеса не случаются. И вот здесь у нас как раз сейчас принимается закон о блогерах. Вчера как раз летела из Алматы с министром информации, оказывается, я просто не видела текст закона, сейчас у нас там какие-то поправки в закон о СМИ и отдельный закон о блогерах. У вас в России есть? Есть. Ну, это же хорошо, когда ты уже фактически становишься СМИ, тебя действительно смотрят миллионы, тебя слушают миллионы, тебя читают миллионы, и поэтому, конечно, ты должен быть и докладом. Я, предположим, абсолютно не понимаю, почему многие блогеры там ругаются матом. И я абсолютно категорически против этого. Я думаю, что отличный закон. Если закон помогает, ну, ведь мы живем в государстве, а жить в государстве, быть свободным от него нельзя. Вот если ты что-то делаешь там вне государства, или там против государства, это очень плохо. Поэтому, когда будет закон, ты будешь знать закон, действовать по закону, всем будет хорошо. Это не убьет рынок? Он же такой развивающийся. Ну, ну что, я не думаю, что нет. Я, ну как, это же не будет, наверное, закон, в котором будет написано, что... Ну, ограничения будут. Ну, хорошо, просто мы же будем узнать, правила игры. Если ты знаешь ограничений, ты, соответственно, действуешь, зная ограничения. Ну, я в свое время занимался борьбой с самбо, и когда я стал бороться с дзюдоистами, меня все время душили. Я все время забывал про то, что в самбо душить нельзя, в боевом можно, а в спортивном нельзя, а в дзюдо душить можно. Но когда я узнал правила игры, я, соответственно, знал, что я должен защищать свою шею. Еще раз, знание правил, это, ну, вообще, когда есть правила, мне всегда очень нравится, когда есть правила. Мне кажется, даже блогер, работая со своим рекламодателем, тоже должен иметь определенный кодекс и определенные правила. Ну, предположим, у меня есть такие правила, то есть люди знают, что от меня можно получить, а что от меня получить нельзя, что я рекламирую, и что я никогда рекламировать не буду. Давайте поговорим об антикризисном маркетинге. У нас буквально вот на днях компания Coca-Cola попала в не очень хорошую ситуацию. Они заменили мурал, там был такой красивый снежный барс, и он был уже таким родным для алматинцев. Они заменили совершенно другой картинкой, там яркая красная картинка, девочка, и алматинцы крайне возмущены. Что делать в таких ситуациях? Я думаю, что нам бесполезно сейчас учить компанию Coca-Cola, поскольку это международный бренд. Я работал просто очень много в международных компаниях, там есть быстрые такие emergency committees, они быстро там примут решение, оно будет правильно, компания отреагирует, извиниться, если необходимо, компенсирует, если необходимо, может быть, даже еще как-то эту историю со своим факапом обыграет. Но я бы за них не переживал, я бы, скорее, переживал за малый, средний бизнес, или даже большой бизнес в Казахстане, который вот такие вещи не делает. То есть, они ошибутся, получат по полной и быстро не среагируют. Надо просто, ну, услышал то, что клиент недоволен, рынок недоволен, целевая аудитория недовольна, общество недовольно, быстро реагирует. Такое одно из первых правил антикризисного маркетинга. Но они уже извинились, но это сейчас очень активно. Наверное, это мало. Наверное, но я думаю, что если они почувствуют, что это мало, они, ну, я больше чем уверен, что будет еще один ход. Ну, просто столько раз крупные бренды во всем мире попадали в неприятные ситуации, накоплено такое количество кейсов, что мне кажется, что вот они просто перелистают книжку, скажут, вот, кейс 364, она прекрасно подойдет. А если в такую же ситуацию попал человек, у которого был личный бренд, что ему делать? Слушайте, ну, человеку я обычно говорю, что у нас есть три стратегии. Первая стратегия быстро забить плохую новость, которая попадает в поиск Гугла или Яндекса на первую позицию, забить позитивным контентом. Ну, вы же знаете, обычно в выдаче 10 строк, утопить, получается, да, информацию? Да, 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 чтобы это ушла на вторую, на третью страницу новость плохая. Есть очень хорошая шутка на конференции Гугла, кто-то однажды пошутил, что самый лучший способ спрятать труп, это третья страница выдачи Гугла. Ну, ты туда уносишь и все, и уже никто искать не будет. Да, ужасно. И, соответственно, это стратегия номер один, то есть позитивом забить негатив. Вторая стратегия, это не обращать внимания. Ну, просто, ну, собака лает, караван идет, и по большому счету, то, что вот если ты просто надо пережить сегодняшний день, завтра это будут обсуждать еще меньше, потому что будут какие-то другие поводы поговорить, а после завтра про это вообще никто вспоминать не будет. А третья стратегия, это, ну, ввязаться в бой, ну, то есть пойти там с опровержением, там, не знаю, начать разбираться там с автором вот этой там вот этот с первоисточником, откуда это все появилось, там, требовать опровержения, или там требовать коррекции фактов, потому что сейчас так как раз идет искажение фактов. Ну, просто нужно решить, какая тебе стратегия по душе. Я обычно выбираю ничего не делать, потому что я знаю, что, ну, если даже набрать в поисковике Игорь Манскандалы, я это периодически делаю, вы ничего не найдете. Ну, не потому что это, ну, вероятнее все это где-нибудь на 175-й странице выдачи Гугла или Яндекса, потому что слишком много хорошего контента производится обо мне и мной, о себе. В общем, скандалов у вас нет в жизни? А, да нет, они, конечно, есть, но просто... Ну, вы их утопили просто. Не случается редко, У человека, так сказать, профессионал своего дела. Не случается редко. Но провалы у вас были в жизни? Ой, провалов у меня много, у меня вот на даче стоит вот папка такой толщины, на ней написано «Мои ошибки», «Мои ошибки». То есть, все с ошибками. Каждый раз, когда я делаю какую-то ошибку, неправильно нанимаю, неправильно увольняю, неправильно запуская продукт, неправильно запуская бизнес. Я сижу и делаю разбор полетов. То есть, это очень полезное упражнение. Еще раз, вот, три сантиметра. То есть, за 20 лет, что я веду эту папку, даже больше, 98-го года. Она 25. Она прямо очень-очень толстая. Я даже недавно взял и полистал эту папку и сделал топ-10 своих ошибок. Я понял, что, предложим, я не инвестор. Поэтому каждый раз, когда ко мне теперь приходят за деньгами, я говорю, слушайте, у меня вот такой, не знаю, там, X случаев инвестирования. И только один раз, это было в случае с издательством Манн, Аманов и Фербер. Я очень хорошо проинвестировал и получил очень хорошую возвратную инвестицию. Во всех других случаях, когда я инвестировал деньги, я, как правило, все терял. Поэтому, извините, нет. У меня тоже самое. Знаете, у нас работает только схема, утро встал, так сказать, крестьянин вышел в поле. Только так, чтобы куда-то проинвестировал деньги и лежишь на Мальдивах, такого нет, да? Ну, у меня это не работает. Ну, я все, теперь я просто понял, что это мой абсолютный косяк и я деньги теперь не трачу. Или, предположим, я понял, что невозможно перевоспитать взрослого человека. Ну, то есть если человек там старше 18 лет, он вообще неперевоспитываемый. Ну, в принципе, он старше, там, не знаю, там 6 лет неперевоспитываемый, но 18 еще что-то из человека можно сделать, примером показать. Так все, просто, ну, потерянный человек. Все, лучше тогда с ним расстаться. Все, вот когда ты все эти ошибки проанализировал, то ты становишься такой, с дополнительной степенью защиты от всех возможных факапов в этом мире. Полезное очень упражнение. Но я, может, предвкушаю ваш вопрос. Обычно журналисты, интервьюеры всегда хотят узнать про самую большую ошибку. Я никогда не рассказываю про свои ошибки. То есть у меня их много, но я про них не рассказываю. Почему? Слушайте, ну, мне кажется... Зачем быть уязвимым? Да, мне кажется, что это вот история про то, что, ну, зачем там копаться в грязном белье. Я просто честно говорю, что вон, стопка грязного белья и не маленькая. Но про это рассказывать я не буду. Лучше я расскажу что-нибудь хорошее, мотивирующее, зажигающее, чем демотивирующее. Мне очень понравилось, вы сказали, что вы написали с дочерью книгу. Это очень крутой кейс. Я написал книгу с женой, с сыном и с дочерью. Как это круто. Как вы его уговорили? Ну, жену не нужно было уговаривать. Она у меня прям суперспециалист по маркетингу. Сын. Сына было смешно. Он учился в Шотландии, и там был жесткий достаточно профессор, который сказал, Дмитрий, мне нужна от тебя очень хорошая тема диплома. И Дима стал со мной консультироваться, какие можно взять темы. И мы перебрали все темы, ничего не заходило. И я говорю, может быть, точки контакта. И преподаватель прям сильно сказал, возбудился такой, во, это мне тема нравится. И Дим написал супер диплом. Он мне его прислал. Я говорю, слушай, у тебя практически готовая книга. Дай я добавлю фактуры, объединим, и у нас получится книга. Написали книгу точки контакта. Дима защищал диплом в институте уже, когда вернулся из Шотландии, в Москве. И через три недели вышла книга. То есть, в принципе, он мог бы, наверное, прийти на защиту и каждому, не знаю, члену комиссии раздать книжку со своим автографом. Но это было бы очень круто. Но не успел. А с дочерью, ну, просто я заикнулся про то, что я пишу книжку про доверие. Она сказала, ух ты, круто, я как раз сейчас эту тему изучаю. Дай почитать. Накидала мне кучу полезных советов. Я говорю, слушай, ты заслуженно, соавтор, ок. Она говорит, ну, тогда я еще больше дам тебе. И поэтому там очень интересно. У нас у всех стиль один. Поэтому нам не нужно там, не знаю, там совмещать стиль. Обычно, когда есть два автора с разными стилями, они плохо совмещаются. Это прям заметно по книге, которая написана с авторами с несовместимым стилем. А у нас прям, ну, такое единое полотно. И просто врезки каждый из авторов просто добавляет какие-то свои личные истории. Я очень надеюсь, что еще и с внуками напишу когда-нибудь книгу. Можно тогда вопрос как к отцу, да, Игорю Ману. Как воспитать так детей, чтобы завтра можно было с ними писать книги? Ну, во-первых, нужно лично пример показывать. Люди никогда не напишут книги, если они научатся читать. И поэтому все мои дети, они видели меня все время с книгами. Я не знаю, там знаете вы или нет. Однажды за год я наспор прочитал. Да, я знаю, более 500 книг. 553 деловой книги. Я помню, дочь, 30 декабря, я говорю, все, 553 книги, эксперимент закончен. И дочь говорит, слушай, пап, ну, прочитай еще две, будет красивое число, 555. Я говорю, слушай, я же с тебя книжкой кину, уйди греха подальше. Ну, просто это был же явный перебор, мозг взрывался. Но, просто показывайте детям пример, читайте с ними, если совсем дети маленькие, мотивируйте их читать. Ну, как можно написать книгу, если человек не читает книги. Поэтому, сначала чтение, потом написание. Будьте примером. Спасибо. Игорь Борисович, я благодарю вас за очень полезное, крутое интервью. Спасибо, Столько инсайтов, столько мотиваций. И, знаете, что больше всего заряжает. И понимаешь, почему вы остаетесь номер один. Потому что нужно просто жить вот так, как вы живете. Вот такой лайфстайл, да? Позитив, оптимизм, энергия, трудолюбие. И вы все время, вот вы говорите, до конца года хотите 10 книг написать. Да. Ну, я просто очень люблю челленджи. И каждый раз, когда можно на что-то поспорить, это добавляет какой-то остроты к году, которому ты проживаешь. У меня еще есть спор на кубики пресса. Я никогда близок, но пока не готов задрать рубашку и показать вам кубики пресса. А вот этот оптимизм, он у вас вырожденный или как? Или вы его наработали себе? Я родился в Одессе. Ну, я чисто технически там родился. Я уже через месяц был на Байкале. Но, мне кажется, какой-то ген оптимизма в меня точно залетел. ... ... ... ... Продолжение следует...